Приветствую вас! Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Смотрите, если мы говорим о том, как стоит вести себя в этой ситуации, то я бы обратил ваше внимание на два момента. Первое. Какое значение для вас имеет собственный семейный статус? Какое значение для вас имеет то, что вы сами замужем? Исходя из этого уже можно делать выводы вам о том, как вести себя в дальнейшем. Если семейный статус вам важен, например, если семейный статус для вас важен, если вот в целом, ну, вам важно семейное положение, то как бы, да, об этом можно рассказать, но рассказать об этом можно скользь, значит, как бы, в каком-то, в каком-то таком отвлечённом, ненавязчивом контексте, чтобы мужчина не подумал, что вы там имеете на него какие-то виды, это человек может отпугнуть. Это первое. Второе. Если для вас семейный статус важен не так сильно, и вы, например, там, хотите, после своего замужества, например, не очень удачного побыть одна, там и так далее, то, соответственно, ну, какой смысл об этом говорить? То есть я имею ввиду, какая разница, женат он и замужем ли вы. То есть нужно для начала установить свои приоритеты. Исходя из своих приоритетов строить разговор. Многое, действительно многое зависит от того, как вами воспринимается мужчина. То есть если вы желаете, например, строить отношения, ну, в большей степени личностные, а не, там, гендерные, допустим, то, опять же, вопрос замужества и семьи значения особо не имеют. Если вы хотите устраивать отношения гендерные, то, да, здесь вопрос замужества становится более важным, но не менее важно не повторить ошибок, которые вы повторили. Потому что тот факт, что у вас пьёт муж, это, ну, не случайно, да, об этом чуть позже скажу. То есть, как бы, здесь нужно исходить именно из ваших приоритетов. Вот. Ну и последнее, на что хотел бы обратить ваше внимание, это то, что при личной встрече могут объявиться некоторые факторы, которые продемонстрируют, допустим, вам, ну, допустим, вам, что человек вам не нравится, например. Просто вот не нравится. Такое тоже может быть. И соответственно, соответственно, если человек вам не нравится, то и сближаться с ним вам не захочется. Поэтому, как бы, тут вот тоже важно, наверное, решить для себя, насколько вот вы уверены, там, в том, что человек этот, вам, допустим, подходит, насколько вы уверены в том, что человек это, ну, для вас, да, и что у вас, действительно, там, всё с ним, грубо говоря, получится. Вот. Потому что, если вы сомневаетесь, да, если есть основания сомневаться в том, что у вас человек может всё получится, то, наверное, опять же, про Замынчество при смене положения говорить, но с другой стороны, вы не указываете, сколько времени прошло с тех пор, как вы познакомились, сколько вы знакомы, не очень понятно, сколько вы знакомы, потому что, если вы знакомы, например, две недели, то если вы знакомы месяц, это другое, а если вы знакомы один день или два дня, то это совсем другой разговор, вот, и понятно, что вы можете сказать, ну, что я уже хочу с ним встретиться, значит, я знаком с ним какое-то время, да, это правда, но все равно какое время вы знакомы, это важно, как важно, в принципе, и то, что из себя представляет сейчас человек, какой, какой человек, какой он, этот человек, что это за личность, если эмоционально, это одно, если закрытое, это другое. Дальше, тот факт, что ваш муж-пьет говорит о неких характерных особенностях вашего поведения, в частности, поведение созависимости, поведение жертвенности, поведение, поведение, в котором присутствует тенденция к тому, чтобы угождать, вот, и так далее. И те деструктивные факторы, которые вы своими действиями осознанно или нет спровоцировали в браке, нужно исключить, чтобы в следующих отношениях, неважно, с этим человеком или с любым другим, их не было. Поэтому нужно сделать анализ ваших отношений в браке, ну, вот, и скорректировать ваше поведение. Может быть, решить некоторые ваши внутренние конфликты и противоречия для того, чтобы следующие ваши отношения были счастливыми. При непроработке деструктивных патронов поведения в отношениях, у вас может история повториться с будущим партнером. Имейте, пожалуйста, это в виду. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго.